Всем привет! С вами ProBike из магазина на Ломоносовском и Яйгор. Сегодня у нас на обзоре необычный, но очень интересный и, по моему мнению, весьма универсальный велосипед от тайваньского бренда Giant. Перед нами трейловый найнер, причем в своей топовой комплектации, FATOM 1.29. Это алюминиевый байк, рама которого выполнена по технологии Alex SL. В отличие от простых Alex рамы, здесь используется более легкий и прочный сплав алюминия серии 6011, который в совокупности с патентованной технологией сварки придает раме очень неплохие характеристики соотношения прочности к весу. Кстати говоря, прочности. На этом байке ее предостаточно. Массивные сварные швы и плоские подковообразные выходы нижних перьев – прямое тому доказательство. Помимо прочности, плоские выходы нижних перьев дают еще велосипеду и огромнейшие зазоры под покрышки, ширина которых может достигать 2,5 дюймов на 29 колесах. Рама данного велосипеда построена вокруг густого стандарта колес, который удерживается в дропаутах на 12-мм осях. Геометрия этого байка действительно интересная. Угол рулевой тут в меру острый – 66 градусов. Угол подседельной трубы очень крутой – 75. А массивный ридж в 470 мм в размере L скомпенсирован небольшим стоковым 50-мм выносом. Нижние перья тут не длинные и не короткие – 435 мм. Чего не скажешь про внушительную колесную базу в 1203 мм. Вот в сумме эти параметры дают байку огромные возможности как на спуске, так и при подъеме в гору. Рулевой стакан тут конусный и также универсальности байку добавляют немалое количество бонок, которые не очень привычно видеть в трейловых велосипедах. Здесь имеются три точки крепления для флягодержателей, два внутри переднего треугольника и одно под нижней трубой. Кореточный узел тут стандарта пресс-фит. Проводка внутренняя и, надо признать, сделана она очень аккуратно, с резиновыми заглушками, все прям как надо. Интересно, чем вдохновлялись тайваньцы, когда проектировали этот байк? Потому что, когда я смотрю на него, я не могу не отметить колоссальное сходство этого велосипеда с хардтейлом Santa Cruz Chameleon прошлого поколения. Кстати, о прошлом поколении. FATAM 1.21 года являлся практически полной копией сегодняшнего велосипеда. Исключением стала только вилка. Данные изменения можно считать переменной к лучшему. В 2022 году велосипед комплектуется воздушной вилкой собственной разработки Giant Crest 34SL с запасом хода 130 мм. Вилка довольно непростая, с анодированными ногами диаметром 34 мм. И здесь снова у меня складывается такое ощущение, что при ее разработке Giant вдохновлялись вилками Fox. Аналогии четко прослеживаются, особенно если взглянуть на дизайн дропаутов. Кстати, такие тонкие и изящные элементы Giant отливает по особой технологии, которая называется Tixa Molding. Благодаря ей же горилла вилки имеют весьма необычный дизайн, который по заявлениям Giant обеспечивает алюминиевым штанам не только низкий вес, но и превосходную торсионную жесткость. Вилка, естественно, бустовая. И знаете, что еще интересно? Здесь, так же как и на вилках Fox, имеется регулировочная шайба, при которой можно поменять положение квик-релиз оси в дропаутах. Внутренности вилки тоже сделаны необычным образом. Демпфер тут закрытого типа, что, с одной стороны, хорошо, так как это значительно увеличивает межсервисные интервалы. Но плохая новость в том, что этот элемент не подлежит ремонту и в случае поломки меняется целиком. Зато в этой вилке предусмотрена регулировка отскока, причем довольно неплохая. И еще тут есть регулировка компрессии, вплоть до полной блокировки. То есть вилка на этом байке очень достойная. А вот с тормозами на этом Giant история довольно интересная. Спереди тут установлен четырехпоршневой дисковый тормоз от Shimano модели 420, а вот сзади такой же, но уже двухпоршневой модели 410. Тут же стоит отметить, что калипер заднего тормоза тайваньцы предусмотрительно спрятали в пространство, образуемое перьями заднего треугольника, защитив его тем самым от возможных ударов и повреждений. Это предусмотрительно. И с роторами Giant тоже не пожадничали, впихнув не только спереди, но и сзади роторы на 180 мм. Колеса на Fatom 1 приятно порадовали. Это все тот же Giant IM, надежный алюминиевый вилсет с внутренней шириной обода в 30 мм и возможностью бескамерной установки покрышек прямо с завода. В комплекте с великом даже силер имеется, представляете? Втулки тут на промах. Покрышки стоят очень добротные, готовые к бескамерному использованию. Спереди Maxis DHF шириной 2,5, а сзади Maxis Aggressor такой же ширины. Плюс это резина, это защита от проколов Exo Protection, так что это точно будет кстати на каких-нибудь каменистых трейлах. А вот трансмиссия, к сожалению, тут не совсем подобающая топовой модели. Но если учесть, что в целом вся линейка велосипедов Fatom позиционируется как бюджетная, то выбор компонентов вполне обоснован. Сзади стоит переключатель SRAM NX Eagle на 12 скоростей и кассета SRAM SX Eagle с диапазоном передачи 1150. Спереди стоит система с ведущей звездой на 30 зубов и на руле монетка из этой же линейки SRAM SX Eagle. Кстати, если вы еще не видели, у нас на сайте есть блог, в котором регулярно появляются полезные публикации, например, про компоненты, велоспорт или маршруты для катания. В общем, каждый что-то полезное для себя сможет найти. Загляните. Кокпит традиционно для Giant представлен компонентами их собственного производства. Причем на этом байке он действительно соответствует заявленному предназначению велосипеда. Руль алюминиевый, Giant Contact TR с диаметром 35 мм и шириной 780. Вынос довольно короткий, как я и говорил, выше всего 50 мм в размере L. Эта модель называется Giant Contact SL35. Также байк весьма кстати укомплектован дропером с внутренней проводкой Giant Contact Switch с длиной ходу 150 мм. Сетло тут тоже от Giant. Модель Romero с небольшим углублением посередине, чтобы ничего не затекало, не всегда же приходится вниз на педалях ездить. Эта модель идет в двух цветах. Серый и оранжевый металлик, который выглядит просто суперэффектно. Велосипед в размере M без педалей. Весит 13 килограмм 700 грамм. Итого, Giant Fatom 1 это действительно интересный трейловый байк с современной универсальной геометрией. А также оригинальной воздушной вилкой, продуманными компонентами кокпита, широченными зазорами под покрышки, классными бескамерными колесами. А еще если добавить к нему и весьма адекватную цену, то этот велосипед является действительно неплохим кандидатом к покупке. И по традиции напоминаю про наш фирменный промокод для подписчиков, чтобы приобрести велосипед, например этот, на более выгодных условиях, о которых можно почитать в описании.